Всем привет, с вами Воеводы. Мы продолжаем партию за племя Манипур, верующая в Великого Кабана. И как вы могли догадаться из первой части, наша главная цель это выполнение достижения Animal Kingdom. Для этого надо захватить всю Бенгалию и перекрестить в анимизм. Мы остановились на том, что завоевали осам, и сейчас наша армия в ужасном виде. Это сплошные наемники. От регулярной армии осталась только гвардия вождя. Хотя финансовые затруднения мы не испытываем, потому что богатейшая Дельтерики Ганг находится в наших руках. А немного юго-восточнее у Сирьи и Равади принадлежит нашему вассалу, князю Аравака. Вера Великого Кабана пока что не популярна у народа, но постепенно начинает проникновение в торговые города. Этому активно сопротивляются мусульмане и сикхи, поэтому с лутанатом на западе надо дать бой как можно скорее. Давайте же начинать, а если вам понравится, то, надеюсь, лайк на видео и подписка на канал обеспечены. На Востоке наша политика больше не ограничивается государствами, постоянно грызущимися между собой. Великий Мин, Поднебесная – это первостепенная цель для наших дипломатов. Мы уже отправили дочь вождя императору Ювжи Жул, так и до заключения союза недалеко. Или хотя бы нападать на нас они не будут. Жрецы отправляются в Западную Бенгалию, в город Хаврах, чтобы обратить местное население. И как только они уверуют Великого Кабана, сюда же будет перенесена столица нашей державы. Даже не раздумывая, потому что здесь Устья Ганга, главный торговый порт и Угодия, наконец-то Черноземная Земля, где мы сможем выращивать зерновые культуры, которые обеспечат едой население, живущее в джунглях, совершенно непригодных к земледелию. Четыре года ушло у жрецов на их работу, и теперь в Хаврах переносится столица. Да, на востоке остались священные земли, которые необходимо защищать. Но и Ганг некогда был сонной артерией Великого Кабана. В ней текла жизнь, и теперь дает жизнь нам. Новая столица растет и богатеет на глазах. Сюда стекается все больше народу, в том числе богатые авантюристы, готовые отправиться на поиски приключений. Вы еще помните тот сильный султанат Бенгалия, на который мы надеялись и опирались вначале? Сегодня с ним будет покончено. Теперь это жалкое, одноправенчатое княжество. Никто и не заметит, как оно уйдет с лица земли. С Джархандом или Люмбуваном выйдет потруднее. Великий султан Джунпур Мухаммед гарантирует им независимость, и побороть его мы не сможем. Король Ууу был союзником Бенгалии. Вторжение в Гималайе на слонах было стремительным. Мы заберем у них перевал Пуннака и поставим там крепость, чтобы ни одна тибетская шавка не пробилась боли в Бенгалию. Как только в Манипуре появляется понятие суда и судебного процесса, так сразу это подкрепляется знанием ритуалов. Теперь жрецы могут не просто убеждать людей, а действовать с буквы закона. Веришь в Шиву, но ты посиди годок в подземелье, или свинца раскаленного попей. Возможно, ты изменишь свое мировоззрение. Индийский хулиган больше не мешает нашему продвижению на запад. А вождь Мугаба давно точит зуб на Джарханд. Армия, которая восстанавливалась 20 лет, просто смела его с пути. Сейчас, в 27-м году, стало очевидно, что все великие державы Индии просто топят в центр. В этой гонке побеждает Виджая Нагар. Надо бросить вызов коровопоклонникам и урвать себе хотя бы часть земли. И Раджастан Патна подвернулся под руку очень вовремя. И всем без разницы, что мы его завоевали. Никому нету дела до Патны. Кроме Джунпура, конечно. Но они давние соперники, поэтому не в счет. Только мы отправили шпиона дальше в Бахмани. И Джунпур тут как тут. Вмешивается в дела других государств. С этим султанатом надо разобраться как можно быстрее. Терпеть его вмешательство уже невозможно. Почти 30 лет работали дипломаты в имперском Китае. И только сейчас заполучили его в союз. С такой тыловой поддержкой ни один безумец больше на нас не нападет. У Манипура появляются зачатки флота. Бравые авантюристы отправляются на исследование Индийского океана. В поисках земель, пригодных для колонизации. За этими первопроходцами последовали люди в поисках новой жизни. Подальше от индийской кастовой системы. Но происходит это под чутким контролем государства. Чтобы люди отправились куда нужно. И в первую очередь это юг острова Суматра и Калимантан. Так мы сможем заявить о себе в Малакском торговом узле. Ситуация в Индии понемногу складывается в нашу сторону. Мы можем позволить себе небольшую интервенцию в Бахмане. В города Ратанпур и Райпур. И пока войны нашего племени развлекались. Граби центральную Индию. Два гиганта, Виджая Нагар и Джоун Пур, схлестнули в смертельной схватке. Разве мы можем пропустить такое веселье? Надо заканчивать свой рейд в Бахмане. О, как долго мы ждали этого момента мести. Половина наших претензий уже пропала. Но неважно. Никто не придет к ним на помощь. Серьезно? Не было ни единой битвы. А страна уже поделена пополам между Мунипуром и Виджая Нагаром. Один из главных игроков, решавший судьбы Северной Индии, теперь полное ничтожество. Во время войны народу Мунипура, ну то есть, знайте и вождям, приходит осознание, что занимаясь земледелием и сохраняя кастовую систему, не построишь великую империю. Наша армия, находясь в постоянной войне и перемещаясь в долине Ганга, становится кочевой ордой. А вождь Марамба принимает титул хана и получаем второстепенное достижение Гангесхан. Всю историю Индии кочевники приходили в долину Ганга и создавали свои государства. Теперь все будет ровно, да наоборот. Во всех битвах на открытой местности против земледельцев мы получаем бонусы к натиску, и попытки Джонпура нас остановить теперь бесполезны. Последняя битва была у священного для индуистов города Варанаси, но Кишиктену Пайкомби не везло. Только за счет численного перевеса он задавил индусов. Наследник и первенец султана Хусейн погиб на поле боя, и тогда он согласился на наши условия мира. Все земли, захваченные им некогда у Бенгалии и Джарханда, отходили Манипуру. «Сожжем все захваченные города дотла, этот мир должен гореть». Правда, награбленного казалось немного. Джонпур на полную эксплуатировал эти земли, и нам ничего не осталось. «Мне очень жаль, Андерха. Мы были друзьями, но ваши пастбища нужны для наших слонов и кабанов. Как только вы их отдадите, мы снова можем дружить». Дети Великого Кабана целое столетие, медленно и аккуратно, забирали себе один кусок земли за другим. В это же время, коровопоклонники на юге, никого не боясь, отгрохали себе империю. Гигантский паразит на теле Индии. Надо искать союзников против них. Великий Кабан снизошел нашим жрецам и даровал знание, что далеко на востоке есть земля, пригодная для жизни. Но как до нее добраться, абсолютно неизвестно. Наша Орда может завоевывать не только на суше, но и на море. Чтобы обеспечить постоянный поток товаров в Бенгалию, нам надо захватить либо торговые города Малаке, либо Малурские острова, богатые специями. Но второе не к спеху, поэтому сделаем Маджапахит нашим данникам. С Малаккой другое дело. На остров Суматра были переброшены значительные силы. Пираты Полимбанга мешают нашей торговле. А у Султана Пасая, говорят, есть золотые копии совсем недалеко от нашей границы. Решительное нападение избавит нас от обоих задач. Вы когда-нибудь видели армию кочевников верхом на Больших Серых Кабанах? Наслаждайтесь зрелищем. Сейчас вы увидите их в бою. Кишиктен Пайкомба на этот раз проявил себя на славу, наголову разбив армию Султана Пасая. Но из-за слабого флота война не удалась решительной победой. Торговые города не были взяты, пираты не были добиты. Но хотя бы золотые копии остались за нами. Манипур стал великой державой. Впечатляюще. Теперь мы точно составим конкуренцию проклятому Виджанагару. В Иране империя тимуридов не только не распалась, но и стала более могущественной, чем прежде. Сумасшедшая по своим размерам взятка в тысячи золотых помогла нам наладить отношения для заключения союза. Король Непала Тензин, по слухам маг воздуха, увел у нас из-под носа кусочек Северной Бенгалии. Он сидит в Гималаях и думает, что наши большие серые кабаны не смогут прийти туда. Он недооценивает нашу Ордун. Вперед, в горы. Вместо обороны им хватило ума спуститься в нашу долину. Место сражения, конечно, было выбрано неудачно. В джунглях Тхаки. Но Непал был настолько слаб, что там и остались лежать все его войны. На этом сопротивление короля Тензина и закончилось. Город Хаврах в Бенгальской дельте, конечно, невероятно богат. Но с появлением бумаги и печатного пресса, город Пандуа в сырном штате Гауде становится центром внимания. Там есть все условия. Чернозем, торговый город, производство бумаги и добротная крепость, чтобы сделать его третьим по величине городом в Манипуре. Королевство Ава, бывшее когда-то равноценным союзником и противником, мы принуждаем к Дане. Насколько же опустились потомки короля-свинка-свина? Корвопоклонники опять выдавливают мусульман из Индии. Мы могли бы помочь умирающему Джон Пуру, но зачем? Когда можно присоединиться к разделу? Насколько силен Манипур после еще одной победоносной войны? Сложно сказать, но вдумайтесь. Сам факт того, что наши ханы ведут свою тысячелетнюю историю от Великого Кабана, достаточно для отдельной национальной идеи. Сплошные завоевания. С тех пор, как Манипур стал Ордой, не было и десятилетия без кровопролитной войны. Мы даже откочевали в Индонезию, обложив местные племена непосильной данью. На континенте остается только один серьезный соперник, Махараджа Виджианагара, и Андерха, земли которого нам нужны с ним в союзе. А значит, предстоит эпичная битва. Сотни тысяч на сотни тысяч. А наши жрецы все продолжают перекрещивать население Бенгалии. Но уже не безуспешно. И если ты хочешь увидеть эпичный финал, то напиши об этом в комментариях. И лайк поставить не забудь. Ну а с вами был Воевода. Спасибо за поддержку. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok